Как я уже сказал, я для себя получил слово Ну как для себя, надеюсь, что не только для себя И хочу говорить о рождении заново А он поднимается, да, так просто? Ответ Новый потолок у нас, да? Вот И Всем известно, наверное, должно быть известно Кто хоть как-то сталкивался, да, с христианством Ну в основном я все-таки проповедую сейчас для верующих О таком учении в христианстве, как рождение заново Аминь, вы слышали, да? И я вот получил определенные вещи Я не полностью для себя это понимал раньше Ну вернее я понимал так, как меня доктринально учили в церкви изначально И суть этого учения была в чем заключается? То, что в начале Евангелие от Иоанна пишется, что те, которые приняли Пришел к своим, свои не приняли его А те, которые приняли его Дал власть быть чадами божьими Да, это об Иисусе Христе написано Которые не от плоти и от хотения мужа родились, но от Бога родились То есть мы уже, значит, в первых То есть мы в принципе о рождении заново Мы слышим в основном Евангелие от Иоанна По-моему больше нигде мы толком про это и не слышим Но вот в христианстве родилась вот эта вот концепция рождения заново Доктрина, да, своеобразная Сам Иисус сказал И она у нас где описывается? В третьей главе Евангелия от Иоанна Это встреча Иисуса и Никодима И вот в письмах, первое письмо Иоанна, там пятая глава В первых стихах тоже написано, что Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден Аминь? И вот Но я считаю, что мы часто неправильно Трактуем немножко эти все вещи Потому что у нас больше связано Как бы мы так подсознательно Пытаемся людей Привлечь к вере в Бога Сделать как бы из неверующих людей верующих Прими Бога, прими Иисуса Христа Что отчасти как бы является правдой И правдой И правильно Но мы смешиваем Смешиваем Вот эти Понятия Уверовать в Бога и родиться заново Понимаете, про что я говорю? И как будто бы Для нас, чтобы человек, когда То есть, что такое уверовать в Бога? Это Начать ходить в церковь Это поверить, молиться Стать вот Частью церкви и так далее Но Является ли это рождением заново В действительности или нет? И Я считаю Ну, из того, что я понял Это не совсем является рождением заново Я не буду говорить такие жесткие слова Что это точно не является рождением заново Потому что меня тогда сразу побьют камнями Потому что это слишком радикальная мысль Но я Почему я это говорю? Вот, например, на встрече Иисуса и Никодима Мы понимаем Кто такой был Никодим? Учитель Израиля И Иисус был тоже учитель То есть, это встреча двух учителей Двух людей Верующих в Бога Верующих в Бога Учащих Слово Божьему Да Уже стоящих твердо на своих учениях И, в принципе, вот в то время в Израиле Там было две школы Основных по Писанию Я сейчас в институте это все проходил То есть, там одна школа Гелеля Вторая, не помню, как называется То есть, это школа Это раввинистические школы По изучению Писаний Да То есть, это были учителя раввины Которые, на самом деле, хорошо знали Тору То есть, Писание Которые ее интерпретировали Которые Вот, например, слова Иисуса Где двое или трое соберутся во имя мое Там и я посреди них Это не его рожден Ну, как бы так Это в то время говорили так Где двое или трое Изучают Тору Там Бог посреди них И Его посреди них То есть, там Да И когда Иисус сказал Где двое или трое соберутся Во имя мое Там я посреди них Это было вот Некое преобразование уже Того, что люди понимали Тогда Рождение заново Это не рождение Вот просто Человека Как бы вот с пустого места То есть То есть Вот Иисус приходит Вот, представьте Приходит к нему Никодим Приходит к нему Учитель И говорит Учитель благи А, не, не, не Это другой человек Говорит И он ему говорит То, что Ты учитель Который Мы знаем Что ты от Бога И дела Которые ты делаешь Никто не может не делать Если Бог не будет с ним На что Иисус ему сразу говорит Истинно говорю тебе Если кто не родится Заново Не может увидеть Царство Божие И вот тут у них Начинается разговор И вот именно Вот в этом Вот мы и начинаем Как бы Выстраивать Вот эту вот Концепцию Рождение заново И поэтому Мы и должны Именно отталкиваться Отсюда Для чего я это говорю Для того, чтобы Ну, понимаете Вот у меня родился Этот вот вопрос Что Я в своей жизни Не мог себе До конца Ответить на этот вопрос Я рожден заново Или не рожден Я, наверное Просто глядя На Писание И на ту доктрину Которую Как бы мне Вот из нее достают И как мне в церкви Как бы объясняют Что Если ты веруешь Что Иисус есть Христос То ты принял Бога Если ты принял Иисуса Христа То ты Рожден От Бога Рожден заново Другими словами Да Но Я все равно Не мог Вот до конца Ответить себе На этот вопрос И я знаю Что на самом деле Много людей Христиан Они не могут В себе Ответить на этот вопрос И я знаю То, что я спрашивал Ты уверен Ты знаешь И на самом деле Как бы люди Внутри себя По большей части Не уверены Вот в этом вопросе Рождены ли они заново И что же это такое Да Родиться Заново Духа Да Как вот Учит нас Да Церковь И я сейчас не хочу Прямо там Вот что-то Вот по-другому Все интерпретировать Нет Я просто Есть вещи Которые Которые мне Дооткрылись И Вот О которых я Хотел поразмышлять И Которые Дали мне Что-то Я вот Для себя Например Понял Я рожден Заново И И Я вам Сегодня тоже Дам это Определение По которому Вы сможете Это понять Рождены ли вы Или не рождены И Там на самом деле Все просто Но Для того Чтобы мы Вот туда пришли И все это Поняли Я говорю Первое Что вы должны понять Что К Иисусу Пришел Учитель Вот Вот этот весь Разговор О рождении Заново Который Иисус Дан Вот это Учение Оно Рождилось Как бы В разговоре С другим Учителем Другому Учителю То есть Вот представьте Такая ситуация Приходит Учитель Который Более Старший К Учителю Который Менее Старший Учитель Слов Человек Разбирающийся В Библии Человек Чтущий Бога Всем своим Сердцем Человек Любящий Слово Божье Человек Живущий По слову И вот Он приходит К Иисусу Ночью Написано Почему Ночью Пришел Саша Почему Ночью Пришел Иисус К Иисусу Никодим Мысли Твои Нету Вообще Мысли Твои Почему Никодим Пришел Ночью К Иисус Вот Им Чего Боялся Стеснялся Правильно Мнение Людей Боялся Правильно Он Пришел Не в Открытую Но Пришел Признать И сказать Ему Что Другими Славами Что Что Это Было Это Было Признание Того Что Слушай Ну Я Тоже Учитель Но У меня Так Как У тебя Работает У меня Не Работает Вот Ну Что То есть Он Пришел Как Зафиксировать Вот Это Слушай Ну Мы Же Тоже В Этом Же Мы Же Тоже В Библии Мы Же Тоже Вот Все Это Стараемся И Мы Тоже Должны Что Понимать Получается Что Мы Что То Не Знаем Что Делаем Неправильно Что Делаем Не Так Что Это Не Пришел Обычный Человек Это Не Пришел Человек Не Понимающий Писание Это Пришел Человек Очень Хорошо Понимающий Писание Он Начальник Был И Понимающий Верящий В Бога Но Глядя На То Что Происходит У Иисуса То Как Он Учит То Как Он Действует Там Слава Божья Действует И Ну И Фаисеи Почему Завидовали Иисусу Именно Поэтому И Завидовали Что Все Как Шли К Нему Что У Него Вот Работало На самом деле У Него Было Что То Особенное И Не Просто Были Чудеса Действительно Бог Действовал И Когда У Кого Действует И Кого Не Действует Хочется Задать Такой Вопрос А Что У Меня Не Так Правильно Или Нет Что Не Хватает Мы Иногда Можем Так На этот вопрос Ответить Ну Это Иисус Правильно Просто Так Вот Просто Не Думая Сказ Ну Это Иисус Ну Конечно Же Сын Божий Иисус Там Все Должно Так И Должно Быть Чудеса Потому Что Это Нет Мы Должны Рассмотреть Ситуацию В том Контексте В котором Была Что Был Человек Который Нес Учение Определенное Вы Понимаете Что Иисус Будучи На земле Он Не Пользовался Ничем Сверхи Свет Тем Он Должен Ну Мог Пользоваться Вот Как Бог Понимаете Он Подход К этому Божественному Всему Имел Через Человеческое Через То Что Мы С вами Тоже Можем Иметь Не Вериться Да Иисус Сказал Я Иду К отцу Вы Сделайте Больше Чем Я Аминь Или Не Аминь Это Об этом Говорит Или И Вот Иисус Приходит К этому Вернее Этот Учитель Приходит К Иисус И Говорит У меня Вот У тебя Работает А у Нас Не Работает Да Мы Вот Это Все Не Видим Что Он Это Все Задал Но Суть Все Равно В Оно Другое Ты Что То Знаешь Что Мы Не Знаем И Вот Тут Иисус И Начинает Отвечать На Этот Вопрос Сам Он Иисус Знает Нужду Этого Человека С Чем Он Пришел И Он Сразу На Эти Слова Это Третья Глава Он Сразу Начинает Вот С Первого Стиха Третья Глава Между Фарисеями Был Некто Именем Никодим Он Пришел К Иисусу Ночью И Сказал Ему Раби Мы Знаем Что Ты Учитель Пришедший От Бога Ибо Таких Чудес Какие Ты Творишь Никто Не Может Творить Если Не Будет С Бог Иисус Сказал Ему В ответ Истинно Истинно Говорю Тебе Если Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царство Божие И На самом деле Я Сейчас В институте Там Учился И Мне говорят Что Ну Как бы Нам Рассказывают Ученые История Там И так Далее Что По сути У Евреев В то Время У них Была Эта Практика И Они Знали Как бы У них Была Концепция Рождения Заново Тоже Рождения От Бога Потому Что Иисус В конце Говорит Ты Учитель Израиля Поэтому Не Знаешь То Ты Учитель А Ты Ну Как бы Не Знаешь Вот Этот Вот Сам Саму Суть Рождения То Есть Саму Суть Того Чтобы Бог Действовал В твоей Жизни Понимаете Ну Для Чего Вообще Нужно Рождение Зарга Что Это Такое Что Это Суть Того Что С Этого Момента Как Ты Рождаешься Как Бог Начинает Не Хочу Слово Это Говорит Потому Что Бог Действовал И Действует И Проявляется Слава Божья Движется И Вот Иисус Говорит Что Если Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царство Божье Николим Говорит Ему Как Может Человек Родиться Будучи Стар Неужели Может Он В другой Раз Войти В утроб Матери Своей Родиться Иисус Отвечал Истинно Истинно Говорю Тебе Если Кто Не Родится От Воды И Духа Не Может Войти В Царство Божье Рожденное От Водь Есть Дух Не Удивляясь Потому Что Я Сказал Тебе Должно Вам Бродиться Свыше Дух Дышит Где Хочет И Голос Его Слыши Не Знаешь Откуда Приходит И Куда Уходит Так Бывает Со Всяким Рожденным От Духа Николим Сказал Ему Ответ Как Это Может Иисус Отвечал Ему Ты Учитель Израилев И этого Не Знаешь То Есть Вы Представляете В принципе Приходит Человек Знающий Слово Хорошо По идее Духовный Иисус Даже Чуть Удивляется Ему Что Ты Не Знаешь Таких Базовых Вещей Которые Что Бог Он Реальный Что Бог Он Говорит Что Бог Он Водит Что На самом Деле Жить С Богом Не Заключается В Том Что Жить С Богом Это Заключается В том Чтобы Слышать Его Голос Чтобы Двигаться Там Куда То Что Бог Проявляется Двигается Мы Говорим О том Что Истинно Истинно Говорю Тебе Мы Говорим О том Что Знаем И Свидетельствует О том Что Видели А Вы Свидетельство Нашего Не Принимаете Если Я Сказал Вам О Земном А Вы Не Верите То Вы Понимаете То Что Иисус Рассказывает Вы Не Верите Иисус Говорит Я Сказал Вам О Земном Если Я Сказал Вам О Земном Вы Не Верите Как Поверите Если Буду Говорить Вам О Небесном То Вы Понимаете Что По сути Рождение Заново Концепция Христианская Учение Это Земное Это То Что Бог Здесь Для Людей Приготовил Это Даже Не Небесное Даже Не Не С Уровня Неба Это То Что Здесь Должно Происходить С Людьми Это То Что Реальность Людей Которые Вот Матери То Есть Это Суть В Том Что Это Ждет Людей Ожидает Это Принадлежит Людям Которые Вот Изучают Слово И Стремятся К Богу Понимаете Всех Людей Это План Божий Для Людей Чтобы Они Имели Отношение С Богом Живые Отношения С Богом И Вы Представьте Вот Приходит Этот Человек Который Верит Бога Знает Слово Но Совершенно Не Понимает Что Такое То Что Говорит Иисус Вот Это Учение Что Он Не Понимает Он Как Поживет Вне Вот Этой Жизни В которой Живет Иисус Чудеса Знамения Бог Движения Водительства Духов И Вот Этот Учитель Который Все Знает Много Чего Знает Интерпретирует Может Быть Учит Других Вы Представляете Учит Других А Сам Не Рожден И Вот Это Проблема Понимаете Про Чего Говорю Я Вам Сейчас Нарисовал В принципе То Что Было Там Тоже Происходит Сейчас Большинство Христиан И даже Учителей Христианских Которые В принципе Сами И Понятия Не Имеют Что Такое Быть Водимами Духом Божьим Что Такое Действительно Жить Жизнью Которая Посвящена Богу На 100% И Они Ну Как Еще И Других Учит Это Понимаете То Есть Та Ситуация Которая Там Была Она Точно Так Ж Присутствует Сейчас На Земле Что Есть Просто Даже Правильное Учение Которое По Большому Счету Не Его Не Знают Я Не Знаю Можно Так Сказ Его Забыли Его Потеряли Его Не Поняли Но Это То Что Происходит У Никодима Он Говорит Ты Учитель Израилев И Не Знаешь Вот Этих Основных Моментов Что Такое Быть Рожденным Занав И Что Такое Жизнь Настоящая Жизнь С Богом Для Того Чтобы Вот Это Понять Опять Ж Вот Эту То Что Я Хочу Сегодня Передать Давайте Мы Сразу Прям Пробежимся По Жизни Никодима Чтобы Уже У нас Этот Пример Он Был Потому Что Евангелист Иоанн Который Пишет Это Евангелие Он Так Очень Интересно Располагает Все Свою Евангелие В нем Все Имеет Значение Что После Чего Идет Как Он Это Все Засунул Включил В Евангелие Оно Вообще Отличается Очень Сильно От И И У Богослов Есть Даже Такой Термин Как Богословие Иоанн И Потому Что У Него Определенное Богословие Он Пытается Нам Раскрыть Действительно Иисуса Христа И Пытается Людям Донести Суть Вещей Поэтому Я говорю Что Он Вначале Начинает Говорить О том Что Быть Рожденным От Бога Что Это Принять Иисуса Христа Но Вы Знаете Если Мы Не Окунемся В Эту Культуру Которая Там Была У Тех же Евреев Что Такое Для Них Означало Принять Иисуса Христа И Сказать Что Иисус Христос То Мы По сути Не Поймем Того Что Значит По Большому Счету Принять Иисуса Христа То Что Мы Как Христиане Первоначально То Как Нам Проповедовали Прими Иисуса И Все Будет Хорошо В Твоей Жизни И Мы Думаем Мы Приняли Иисуса И Это У нас Смешалось В Один Процесс Такой Как Уверовать В Бога Да Мы Уверовали В Бога Принял Иисуса Христа Все В Одном Пакете Уверовал Бога А Соответственно Наверное И родился Слышен Не факт На самом деле Ты Просто Открыл Своё Сердце Для Того Чтобы Просто Начать Изучать Божье Откровение В своей Жизни Библию Его Слово Просто Ты Просто Только Начал Там Этот Свой Путь И Даже Если В твоей Жизни В момент Твоего Обращения Проявились Какие-то Силы Содрогнулись Что-то Сверхъестественное Да Аминь Это Твоё Свидетельство Но Извини Меня Слово Божье В Определённом Количестве В твою Жизнь Никто Не засунет Кроме Как Ты Сам На Притяжении Длительного Времени Скажи Аминь И Вот Это Вот Это Всё Входит В процесс Рождения Заново И Это Я Вам То Что Сегодня Я Вам Это Покажу Мне Так Мне Как Б Уже Хочется Я Придерживаю Сказать Суть Может Немножко Томлю Ну Так Вот Есть У Меня Итак Учитель Пришёл К Учителю Который Говорит Что Ну Внутренне Да Что У Что То Не Работает У Нас Не Работает Мы Вроде Всё Знаем Всё Поняли Учились У Одних И Те же Учителей Вы Понимаете Что Самое Интересное Что Иисус Тоже Там Ходил Синагогу И Слушал Те же Самые Проповель И То Как Он Говорил Про Какие Те Вещи Вы Уже Сказали Да Знал В Любили Цитировать Раввины Которые Иисус Тоже Использует В своих Проповедях Поэтому Иисус Был Просто По сути Вот Так Если Взять По Плоти Мы Сейчас Не Знаем Кто Такой Иисус Был Один Из Учителей Которых Было На тот Момент Много И У Них Тоже Что То Работало Вы Понимаете Когда Иисус Даже Говорит Про Изгнание Бесов Он Говорит Если Я Изгоняю Бесов Силую Князя Бесов То Как Изгоняю Бесов Ваши Сыновья То Есть Мы Из Этого Понимаем Что В То В Время Была Вот Эта Практика Изгнания Бесов Это Не То Чтобы Иисус Пришел И Начал Только Просто Они У Него Как Орехи Выходили Как Семечки У Него Прям Прям Работало Но Мы Видим Что Там Многие Практиковали Это Об этом Свидетельствует Также В Деяниях Там Написано Семь Сыновей Перевосвященника Скевы Которые Занимались Вот Этим Они Начали Тоже Там И Они В свою Практику Включили Там Они Услышали Что Там Именем Иисуса Там Что И Они Одному Очень Сильному Бесу Одержимому Человеку Говорят Что Во имя Иисуса Которого Проповедует Павел И Человек Ответил В котором Был Злой Дух Иисуса Знаем А Павля Слышал А вы Кто Такие Избил И Отправил Их Голыми На улицу И После Этого На Всех Ужас Напал Что Все Испугались Что Нельзя Просто Так Этим Пользоваться Каким Заклинанием Этим Ими Понимаете Вот Это Нам Тоже Нашу Сегодняшняя жизнь Чуть Напоминает Что Мы Иногда Можем Пытаться Пользоваться Тем Что На самом Деле Не Понимаем И Если Мы Пользуемся Тем Что Мы Не Понимаем То Что Происходит Не Работает Не Работает И Поэтому Когда Мы Говорим О Рождении Свыше Что Всего Лишь Для Того Чтобы Родиться Свыше Нужно Иисусу Принять И сказать Иисус Господь Вот Сделай Это И Ты Родился Свыше Человек Может Воспринимать Это Как Заклинание Произнесение Не Понимая Того Что На самом Деле За Всем Этим Стоит Потому Что В Реальном Смысле Когда Апостол Иван Пишет В своем Послании Что Если Кто Пятая Глава Первое Послание Ивана Быстро Сейчас Я Прочитаю Всякий Верующий Что Иисус Есть Христос От Бога Рожден И Всякий Любящий Родящий Любит Рожден Не важно Не об этом Всякий Верующий Что Иисус Есть Христос От Бога Рожден Вот Для того Чтобы Нам Поверить Что Иисус Есть Христос Знаете Нам Что Нужно Сделать Минимум Библию Несколько Раз Прочитать Потому Что Что Такое Христос Открывается Только В Библии Причем Это Не откроется Даже Самому Еще Надо Много Об этом Проповедей Послушать Уже Тех Людей Которые До Этого Дошли И Это Все Поизучают Понимаете Для Того Чтобы Понять Что Такое Христос Помните Мы Говорили Христос Это Не Фамилия Христос Это План Божий Спасения Для Верующих В Него Аминь Это План Божий Это Совокупность Плана Это Не Просто Какой-то Один Как Человек Это Целая Концепция Поэтому Когда Иисус Говорит Исследуйте Писание Потому Что Все Писание Свидетельствует О Мне Что Все Писание Оно Нам О Христе И Тогда Когда Мы Читаем Писание Мы Смотрим Что Изначально Идет Пророчество О Христе Еще С Эдемского Сада Где Говорится Что Положу Вражду Между Семенем Твоим И Семенем Ее И Ты Будешь Его Жалить В Криту Говорится Про Дьявол А он Будет Тебе На голову Наступать Это Пророчество О Христе И Пошло Пошло Поехало Понимаете Все Эти Иллюстрации С Гидеоном Который Побеждает Врагов Христос Который Приходит Спасать Давид Как Царь Христос Понимаете И Все Пророки Сколько О Христе И так Далее Поэтому Евреям Им Практически Невозможно Было Принять То Что Иисус Христос Как Христос Которого Они Ждут С этой Силою Великую Который От Бога Придет Освободит Народ Поведет За Собой Разгромит Все Царства Даст Нам Жить Лучше Всех Даст Праведным Преуспевать Понимаешь Они Честивые Будут Попираем На Ногами Понимаете План Божий Будет Как Тельцы Убитанные Будет Попирать Нечестивых Ногами Вот Что Означает Пришествие Дня Господня Вот Что Означает Пришествие Христа И Тогда Они Не Понимали Как Почему Как Может Иоанн Пишет Это Он Говорит Всякий Верящий Что Иисус Есть Христос От Бога Рожден Потому Что Для Того Чтобы Принять Именно Вот Это Уже План Божий Им В таком Виде Им Нужно Было Реально Откровение Понимаете Чтобы У них В мозгах Сошлось Но Сошлось На основании Чего На основании Писания На основании Писания И Мы Смотрим Что Первые Проповедь Они Очень Сильно Были Направлены На То Что Там Был Апостол Который Доказывал На основании Писания Аполос Который Доказывал На основании Писания Что Иисус Есть Христос И Павел Доказывал И спорил С ними В синагогах Доказывая Что Иисус Есть Христос И У них Мозги Начинали Вправляться Кому Бог Прикасался Кому Бог Давал Вот Это Увидеть Вот Этот План Божий Опять На Основании Слова Понимаете Не На Пустом Месте На Основании Слова И Тогда По сути Понимаете Для того Чтобы Родиться Заново Для Того Чтобы Родиться От Бога Для Бога И К Богу По Настоящему Нужно Знать Писание Как Минимум Нужно Понимать Понимаете Ну Как Картинка Эти Иметь Понимаете Нет Что Такое Знать Писание То есть Иметь Вот Эту Прогрузку Эту Информацию Что Вот Они Есть Вот Это Вот Это Вот Это Вот Это Вот Это И Тогда На Основании Писания Бог Через Дух Начинает Открывать Тебе Свой План Понимаете Итак Первое Откровение Которое Самое Основное Которое Я хочу Дать Сегодня Для Чтобы Определить Кто Рожден От Бога Кто Не Рожден От Бога Это То Что Иисус Сам Сказал В Первых Словах Никодиму Он Говорит Всякий Если Он Говорит Третий Стих Истина Истина Говорю Тебе Если Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царствие Божье И Я Говорю Я Раньше Даже Не Замечал Какой Клад Здесь Зары Но Не Может Увидеть Не Может Увидеть Царство Божье И Все Ну Как Б Определение Такое То Мне Нужно Родиться Заново Для Того Чтобы Увидеть Но Вы Знаете Что Здесь Написано Здесь Написано Немножко По Другому Но Я В В Что Я Хочу Сказать Что Определение Того Что Ты Рожден Заново Является Видишь Ли Ты Царство Божье Или Нет Сходящее На Эту Землю От Бога Видишь Ли Ты План Божий Который Бог Приготовил Через Своё Слово Через Откровение Которое Бог Приготовил Для Верующих В Него Для Ожидающих Вот Этого Спасения От Бога Для Ожидающих Видишь Ли Ты Его И Поэтому Иисус Говорит Не Родишься Не Увидишь Поэтому Мы Не Должны Думать О том Что Родился Я Или Не Родился Мы Должны Больше Думать О том Что Я Вижу Аминь Вижу Ли Я Его Или Нет Открыты Ли У У Много Эти Глаза Или Я Пока Нахожусь Только В позиции Того Кто Об Этого Слышит 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 Мы Об Этого Слышим Вот Это И Есть Родиться От Воды И И Дух Вода Есть Слово Божье Вода Есть Учение Христа Это Это Необходимое Условие Для того Чтобы Родиться Заново Наполнить Свою Жизнь Вот Этой Водой Живой Водой Учением Знанием Библии Чтением Библии Учением Соблюдением Себя В этом Понимаете Вот То Что Мы Просто Живем Ходим В церковь Изучаем Слово Это Всего Лишь Подготовка Для того Чтобы Мы Родились Заново Скажи Аминь Понимаете Это Или Нет Поэтому Многие Разочаровываются В христианстве Потому Что Они Думают Что Вот Это Все Что Я Должен Иметь Это Всего Лишь Подготовка И Знаете Откуда Я Потому Что Можно Со Мной Спорить Я Понимаю Что Я Ломаю Доктрину Ломаю Немножко Мозги Но Для Меня Это Откровение Для Меня Это Ценно И Я Стою Здесь На Слове Иисус Первый Раз Иисус Говорит Если Кто Не Родится Свыше Не Увидит Царство Почему Во Второй Раз Говорит Если Кто Не Родится От Воды И Духа Не Сможет Войти В Царство Потому Что Это Действительно Два Разных Момента Потому Что Для То Чтобы Войти Нужно Как Я Могу Пойти Туда Что Я Не Понимаю Куда Мне Идти Как Я Могу Идти В То Поэтому Вот Это Видит Царство Божье Это Видеть Мечту От Бога Знаете Сам Иисус Нам Заложил Все Он В Притчах Это Заложил Как Он Говорит Царство Божье Подобно Кладу Сокрытому На Поле Который Человек Найдя Что Делает Закапывает Назад Ну Не Закапывает Даже Скрывает Идет И Продает Все Что У Него Есть Для Того Чтобы Купить Поле Чтобы По Праву По Настоящему Обладать Этим Кладом Вот Как Иисус Нам Описывает Что Такое Царство Божье Что Сдел Этот Человек Сначала Увидел Аминь Увидел Он Увидел И Ты Не Сможешь Из Него Это Забрать Он Увидел Это И Что И Что С Ним Происходит После Того Как Он Увидел Ему Кто Говорит Ну Тебе Надо Продать Тебе Надо Ходить В Церковь Тебе Надо Там Делать То 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 Ему Никто Ничего Не Говорит Он Идет И Продает Все Никому Об Этому Не Рассказывая Чтобы Вот Только Бы Получилось Понимаете Только Бы Получилось Поэтому Понимаете Я Просто Вот Ну Настоящее Христианство Оно В том Что Человек Получает Вот Эту Мечту От Бога Он Видит Эту Картину Теперь Мы Должны Понять Что Он Видит Царство Божье Царство Божье То есть Что Такое Царство Царство Это Ну Царство Государство Правильно Или Нет Это Устройство Общее Из Чего Состоит Царство Царство Состоит Из Городов Правильно Или Нет Любое Государство Оно Состоит В основном Из Городов И Вот Это И Есть Та Суть Которую Если Мы Изучаем Библию И Смотрим Мы Вот Это Начинаем Везде Находить Давайте Откроем Евреям Одиннадцатая Глава С Восьмого Стиха Верую Авраам Повиновался Идти В страну Которую Имел Получить В наследие И Пошел Не Зная Куда Идет Верую Обитал Он На земле Обитованный Как На чужой И Жил Шатрах С Исаком И Яков С Наследниками Того же Обитования Ибо Он Ожидал Города Имеющего Основание Которого Художник И Строитель Бог Аминь Ведь Не Просто Так Авраам Пошел Не Знаю Куда Я Дел Ведь Не Просто Так Авраам Он Ему Бог Что-то Показал Что-то Приоткрыл Чем-то Чем-то Своей Жизни Резко Меняет Курс Своей Жизни Он Оставляет Своё Родство И Просто Выходит Со Всем Своим Имением И Написано Пошел Не Знаю Куда Идет Не Знаю Куда Идет Но Он Ожидал Он Ожидал Города Что Такой Город Что Такой Город Дома Правильно Дома Магазины Что Ещё Город Электричество Да Ну Другими словами Для меня Вот Как Я Понимаю Чё Мне Бог Открыл Например Да Я Просто Понимаю Что Бог Может Увлечь Каждого Ну Посвоим Показать Ему Ту Часть Которую Ему Надо Для того Чтобы Человек Пошёл Мне Бог Открыл И Открывает И Направляет Чего Жаждет Всё Моё Естество Чего Жаждет Вся Моя Душа Что Возможен Возможна Жизнь Людей Между Собой Человеческого Общества В Единстве В Мире В Чистоте В Хороших Условиях Где Дети В Безопасности Где О Стариках Заботятся Где Есть Хорошая Работа И Есть Безопасность Твоего Дела Где Есть Поддержка Взаимовыручка Где Как мы читаем Могли жить Хорошо Это план Божий Это Христос Понимаете Это Христос Который Придет И Даст Жизнь Даст Хлеб Понимаете И Духовный И Физический И Устройство А мы Живем Сейчас В таком Христианстве Где Христиане С друг С другом Бизнес Сделать Не Могут Которые Готовы Друг Друг Подкинуть Подкушать Подлукавить И Так Далее Но Это Время Такое Я вам Скажу Потому Что Плоть Такая Потому Что Плоцкие Христиане Потому Что Не Видим Эту Картину Потому Что Не Доверяем Богу Потому Что Не Готовы Все Инвестируют В То Чтобы Это Свершилось Здесь На Земле Правильно Или Нет Не Готовы Мы Читаем Да Мы Можем Читать Можем Но Я Поэтому И Говорю Что Рожденный Заново Рожденный Заново Это Тот Кто Уже Переходит Вот В Эту Позицию Быть Готовым Для То Чтобы Рискнуть Для Того Чтобы Оставить Вот Этот Страх Этот Человек Который Нашел Этот Клад На Поле Он Берет Продает Все И Покупает Поле И Про Него Говорят Дурак Смотри Что Происходит Что Продал Какая Мечта У Него Там Что У Него Там Царство Божье Он Ждет Получиться Что Должно Проповедует Там Чего Ничего Ничего Небудь Ничего Не Будет Как Отцы Умирали Библия Написана В Послании Петра Первая По-моему Это Написано И Осторожно Чтоб Вы Не Думали Так Петр Говорит Не Говорили Внутри Себя Так Что О Как Отцы Умирали Так И Будут Умирать Как Было От Начала Дней Так Все Будет Ничего Не Изменится Как Второе Пришествие Какой Христос Все Так И Будет Это Кто Так Живет Это Христиане Так Живут Понимаете Они Внутри Себя Так Живут Поэтому Мы Любим Мир Поэтому Мы Уже Там В Проблемах Поэтому У нас Нет Даже Чуть Чуть Верой Зацепиться Для того Чтобы Увидеть И Мы Сейчас Читали Про Абрама Который Как Раз И Стал Отцом Вер Именно Потому Что В середине Своей Жизни Просто Устал От того Видеть Как Вокруг Все Не Так Что Люди Живут Любят Мир И Вот Это Без Суета Жизни Без Понтовая Видимо Я думаю Ну Как У меня Был Возвал Где-то Из Глубины Сердца К Богу И Бог Сказал Выходи Выходи А Куда Выходи Я знаю Куда Понимаете Их Он не знал Куда Он Идет Но Он Поверил Богу И Это Вменилось Ему В Правильность Аминь Мы Не знаем Куда Но Если Не Родишься Заново Не Увидишь Царство Божие Понимаете Нам Надо Увидеть Поэтому Понимаете Мы Не Должны На Себя Накидывать Вот Эту Религиозную Доктрину Я Рожденный Заново Потому Что Иисус Есть Христос Я Рожденный Заново Потому Что Я Вижу Эту Мечту Я Живу Этой Мечты Я Инвестиру Все В Эту Мечту Я Живу Так Что Я Готов Прогореть Полностью Но Я Мечтаю И Я Свободен Решать Сам В том Чтобы Мечтать Об Этому И Я Верю Только Вот Этому Слову Потому Что Здесь Написано Что Вы Будете Как Тельцы Упитанные И Будете Подпирать Нечестивых Ногами Когда Начнется Этот День Вы Станете Застроителями Пусты Вы Станете Восстановителями Оснований Многих Поколений Это Не Только Про Иисуса Христа Написано Это Написано Про Сынов Которых Ожидает Вся Тварь С Надеждой Аминь Вся Тварь С Надеждой Ожидает Откровения Сынов Божьих Потому Что Иисус Стал Первым Сем Который Это Увидел Который Пошел В Это Которому Открылось Это И Который Всего Себя В Это Инвестировал Аминь Всего Себя Для Чте Для Чтобы У Нас Тоже Открылись Эти Духовные Глаза Чтобы Увидеть Это Царство Которое Идет Проповедь Евангелия Заключалась В чем Иисус Проповедовал Покайтесь И Приблизилось Царство Божье Оно Приблизилось Оно Близко И Действительно Духовный Человек Я Вам Правда Говорю Я Просто Горю От Того Что Я Иногда Вижу Я Туда Делать Наш Лес Делать Парк Засеивать И Меня Всего Трясет Потому что Я уже Вижу Я еще Не там Но Я уже Вижу Город Я уже Вижу Город Я уже Вижу Детей Счастливых Детей Спокойных Играющих Там На площадках Потому что У них Есть Что Кушать У них Есть Хорошее Общение Потому что Рядом Живут Сильные Взрослые Которые Правильно Мыслют Которые Достаточно Сильные Для того Чтобы Защитить Своих Детей Я тут Зубы Одного Лечил И Мне Один Человек Говорит Да Я Пытаюсь У меня Сын Родится Я Сейчас Он Неверующий Человек И Я не мог Ему Много Говорить В это время Сам Разговаривал У меня Не было Возможности Ему Больше Проповедовать Про царство Но Я понимаю Что человек Жаждет На самом деле Тоже Царства Божьего Потому что Он не хочет Чтоб Его Ребенок Вырос В этой Атмосфере Постоянного Давления Того же Про интернет Мы говорили У меня Дома У нас Даже Вайфай У него До 6 До 7 Летов Мы Ему Даже Не дадим Прикасаться К этим Гаджетам Ну Понятно Они увидели Только в этом Зло Но вы понимаете Что зла Так много Что просто Одним Неприкосновением Гаджетам Нельзя Правильно Воспитать Ребенка Для того Для того Чтобы Правильно Воспитать Наших Детей Нужен Город Ребята Нужен Город Нужно Устройство Жизни Христиан Которые Живут Так Радуются Так Жить Да И Не живут Просто В какой-то Нужде Не живут В зависти Не живут В недовольстве В несчастье В кредитах Постоянных Живут Где они там Они трудятся Много Трудолюбивые Но они получают От своих Трудов И это то Что Бог Нам обещает Откройте Исаию С 58 Главы По 65 Вы увидите Что такое Царство Божье Которое Приходит На землю Это то Что То что Вырывается Из пророка То что Он объясняет Что там Будет А многие Из нас Даже не знают Что написано В Исаии С 58 По 65 Там Много Где что Написано Но с 68 Там По 66 Очень много Идет Про вот это Будущее Про вот это Будущее Которое Бог Собирается Сделать На земле Что И он Это сделает Он говорит Я силен Бог Я силен Чтобы это Сделать Просто ему Нужны люди Которые В это Поверят Понимаете Иисус Для этого И умер Пошел На смерть Для того Чтобы Вот это Видение Распространить Для того Чтобы Эту Мечту Распространить А то Чтобы Царство Божье Пришло На землю Какую Молитву Дал нам Учить Да Приидет Царствие Твое Ждите Царства Призывайте Царства Смотрите На это Поэтому Рождение Заново Это Человек Рожденный Заново Это Человек С мечтой Рожденный Заново Это Человек Который Может быть Еще не Стартанул Но Уже Старается Стартануть Он Мечтает Он Хочет Стартануть Итак Рожденный Родиться Заново Это Не Просто Родиться Только От Духа А Это Родиться От Воды И Духа И Вот Это Очень Важный Момент Потому Что Некоторые Думают Чтобы Родиться Заново Это Нужно Просто Бога Молить Бог Я Хочу Родиться Заново Потому Что Я Хочу Родиться Заново Не Получается Так Не Это Работает Вот Например У Павла И Никодима У них Вот Они Может Были Готовы К тому Чтобы Родиться Заново Павел Например Учитель Тоже Ходил Там Церковь Гнал Но Вся Его Жизнь Была Наполнена Словом Божьим Вся Его Жизнь Он Очень Хорошо Знал Писание Он Посвятил Этому И Тогда Бог Просто Пам И Меняет Его Мышление И Тогда Он Начинает Это Все Видеть Он Начинает Видеть План Божий Для Земли Мы Сегодня Разговаривали С Человеком Когда Он Говорил Про Это План Божий Он Говорит Да Да Но Как Мне Быть Здесь План Божий Для Земли И План Божий Для Меня План Божий Для Тебя Вытекает Из Плана Божьего Для Земли Что Касается Тебя Что Будет Касаться Тебя В Какое Время Ты Может Живешь Какое Слово Выпадает На Тебя Из Вот Этого Плана Божьего Для Земли Я Уже Говорил Много Раз Свидетельствовал О Том Что Бог До Того Как Вообще Призвает Вот Меня Вот В том Попал Этот Стих За Два Года Или За Три Года Этот Стих Еще Нигде Не Проповедовался Ибо Вся Тварь С Надежды Ожидает Откровения Сынов Божьих И Я Внутри Себя Спрашивал Бог Что Это Бог Что Это Сейчас Я Понимаю Это Я Это Мы Это Те Кто Встанет Это Те Кто Поверит Это Те Кому Откроются И Это Те Кто Найдут Эти Ресурсы Для Чтобы Пойти В Это Полностью Как Иисус Пошел Как Иисус Пошел Вы Знаете Один Человек Иисус Я Пойду За Тобой Иисус Говорит За Мной Пойдешь Птицы Гнезда Имеют Лис И Нора А Сын Человеческого Негде Голову Преклонить Я Так Живу Друг Пойдешь За Мной Понимаете Или Однажды Молодой Богач Пришел К Иисус Учитель Благи Что Мне Делать Чтобы Наследовать Жизнь Мечность Иисус Говорит Заповеди Исполняю Все Исполняю От Йогости Вот Он Вот Он Вот Момент То Что Такое Христианство Рожден Заново Был Этот Молодой Человек Или Не Рожден Был Заново Этот Молодой Человек Который Пришел К Иисус Конечно Не Рожден Но Заповеди Исполнял В церковь Входил Посты Соблюдал Десятину Платил Все Делал Но Не Был Рожден Ему Нужно Было Что И Тогда Иисус Ему Говорит Одного Тебе Не Достает Пойди Продай Все Что И Раздай Нищем И Тогда Станешь Совершенным И Обретешь Сокровище На Небесах Приходи Следуй За Мною Это Не Были Пустые Слова Сам Иисус Так Жил Понимаете Сам Иисус Так Жил Он Никому Не Предлагал Сделать То Что Не Делал Сам Поэтому Он Так Жил И Он Понял Что Ему Не Хватает Э Э Свободы Свободы Даже В том Чтобы По Настоящему Ну Пойти В Божье Полностью С Головой Поэтому Сейчас Люди Сидят Там Рожден Я Заново А Что Так Родиться Заново Наверное Я Рожден Заново Ведь Я Понимаю Иисус Христос Иисус Христос И на Пасху У всех Иисус Христос И давай Христосоваться Будем Все На Пасху И яйца Покрасим Иисус Христос Но Что Такое Иисус Христос Что Такое Божья Мечта Что Такое Царство Божье Которое Бог хочет на землю привезти Мы уже говорили, Бог отдал Землю людям И теперь его царство придет через людей сюда Оно не спустится Вот так халявно, так раз и спустится Понимаете, это Библия Об этом свидетельствует Потому что вся тварь с надеждой ожидает отравления сынов Божьих Ибо тварь, написано Покорилась в суете не добровольно Но по воле покорившего ее Кто такой по воле покорившего ее? Человек Поэтому Я призываю христиан Которые сомневаются На самом деле не проблема Что ты не рожден заново Ведь это не проблема Потому что когда ты признаешь Что ты не рожден заново Ты сможешь сделать необходимые шаги Для того, чтобы это произошло в твоей жизни Чтобы воззвать По настоящему Богу Для того, чтобы как негодим пришел к Иисусу и говорит У тебя работает? У нас не работает Иисус ему сказал Родишься заново И дух дышит где хочет Потом Там Кстати Вот этот самый Ключевой стих Нового завета Ибо так возлюбил Бог мир Ибо отдал Сына Своего Единородного Ибо всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечно Это было сказано в этой беседе с Никодимом Ему было сказано, что Сыну должно быть вознесено Над землей Как Моисей вознес Змея в пустыне Так же говорит И Сыну Человеческу нужно будет Быть вознесено Он ему рассказал план Божий Что Бог собирается сделать Что Бог будет делать Никодим на тот момент еще не все понимал Но услышал И ушел И самое интересное То, что Я хотел это раньше сказать Но вот Оно все так идет Никодим проявляется То есть мы видим рождение Никодима Мы видим рождение Никодима Через Евангелиана Что такое настоящее рождение Никодима? Никодим начинает Бороться со своим страхом Никодим начинает делать То, что на самом деле К чему влечет его сердце Независимо от того Какие будут обстоятельства После этого Вы понимаете Что такое Родиться заново? Мы все Люди живут в страхе Потерять работу Еще что-то Детей Ну я не знаю Мы все живем в страхе То, что я вам сегодня Говорил про центр Что я боялся То меня и постигло Но как раз именно апостол Иоанн И дает нам вот эти Замечательные стихи Кто боится Тот еще не совершен в любви Ибо Страх он не Дает этой полноты Только любовь настоящая И вот Никодим Значит мы в третьей главе У нас Никодим С Иисусом разговаривает Приходит первый раз Приходит ночью В седьмой главе В конце главы Или в шестой Или в седьмой Не так важно Вы найдете Где он находится В собрании фарисеев Которые посылали Для того Чтобы схватить Иисуса стражников Которые пришли Не схватили Они ругают Стражников Вы что поверили В него Ему стражники Говорят Ну человек так Никогда еще не говорил Как этот человек И они там Ладно вы что Разве кто-то Из начальников Поверил И вот в этот момент Никодим подает голос Он говорит Разве судит Наш закон человека Сначала не разобравшись В чем он прав В чем не прав И в этот момент Никодиму там Сразу начинают Сыпс обвинения А ты не из Галилеи Или сам Иди Рассмотри Писание И увидишь Что из Галилеи Пророк не приходит И разошлись все по домам Но это о чем говорит Это говорит о том Что Никодим Начинает Быть собой Внутри них Понимаете Быть собой Внутри них Быть собой Начинает говорить То что думает На самом деле По чуть-чуть Кротко Но уже начинает И это круто На самом деле Он тайный ученик Иисуса Он приходил Он научился Он понял Про что ему Иисус говорит Что Ну Иисус Христос Люди Да свет пришел в мир Но люди возлюбили Более тьму Потому что дела Их были злые И Никодим Это понимает Что он учитель Израилев на самом деле Да Но он не живет От всего сердца Перед Богом Он не живет Так как думает Он не свободен Он живет Из-за мнения Он приходит К Иисусу ночью Он думает Так А показывает Так Раздвоенность Правильно Или нет Иисус призывает Нам к тому Чтобы не было В нашей жизни Раздвоенности Написано Человек С двоящимися мыслями Да и не думает Получить что-либо От Бога Пока мы так живем Пока мы там Показываем одно На людях А сами Думаем по-другому Ни о каком царстве Речи быть не может Сколько бы ты Слово не изучал Пока ты не сможешь Освободиться Пока ты не позволишь Духу дышать Это то что Иисус сказал Тоже Никодим Он говорит Он говорит Я не понимаю Не понимаю Объясни мне Дух дышит где хочет Слышишь его шум Но не знаешь Откуда приходит Укуда уходит Так бывает Со всяким рожденным Матухом Иисус ему рассказывает Это Что на самом деле Есть Божий Дух Который побуждает Человека Делать те или иные вещи И ты можешь Его послушаться А можешь не послушаться Можешь поступить По плоти Можешь поступить По страху Можешь поступить По мнению Можешь поступить Как угодно Но не так Как диктует тебе Твое сердце Не так Как оно тебя зовет Не так Как ты на самом деле Сам думаешь И понимаешь И вот пока Мы туда не придем Пока мы не станем Достаточно Ну смелыми Для того Чтобы действительно Пойти За Богом По откровению То что он сказал Как вот Авраам Он стал отцом веры Потому что вышел Из того в чем жил Отделился И стал Ходить по пустыне Ожидая обетования И последний момент С Никодимом Самый крутой Когда В конце Евангелия Где Иисуса Уже распяли У нас там Камера включена И по пророчества И по пророчеству Он должен был Похоронен Убарить Богатого человека И там написано Пришел Иосиф Из Иеремофеи И с ним Никодим Тайные ученики И там написано Из-за страха Передаудеи Как один Так и второй И написано Что они приносят Вот эти вот Они берут Они договариваются С Пилатом Что мы заберем Его тело Мы похороним Отдай нам Они приносят Написано Никодим принес Сто литров Мира Сто литров Это очень дорого По тому Как говорят историки Такое количество Использовалось Для того Чтобы хоронить царей И для меня Это и есть Открытое Исповедание Никодима Это Я думаю Это первый Рожденный заново Человек Знаете Потому что Еще ученики Не родились заново Они еще Разбежались Они еще Не имели силы Для того Чтобы быть Собой Просто Делать то Что они Хотят делать Делать то Что они думают Как они думают Как правильно Да Ведь На самом деле Если мы посмотрим Ведь Иисус Он был просто тем Кто просто Вот людям сказал Правду Обо всех Внутренних Моментах Мотивах Как нужно жить Человеку Перед Богом Что учение Оно не Божье слово Оно не о наружном Оно во внутреннем Не то что Входит в человека Оскверняет его А то что исходит Из него Да Потому что Изнутри сердца Человеческое Исходит Самость Споры Ненависть Злость И это Он говорит Оскверняет человека И вот Это вот Никодим Он приходит Они берут И они Исполняют Это пророчество И они Как бы Исполняют Эту Божью волю И Меня это трогает Потому что Это открытое Исповедание Это То что они Вот Может быть Еще не до конца Осознают Что Иисус Христос Но делают Дело И вот это Вот мы можем Уже Сказать Что Да Если там Не Родишься Не увидишь Царство Божье Да А если Не родишься И второй момент Да Если не родишься От воды и духа То не войдешь В царство И вот Для меня здесь Негатив Он входит уже В царство Он на деле делает Понимаете То есть Увидеть это еще Только мечта Это только я влюбляюсь В это Но если я просто Увидел и не вхожу Это тоже Это не полное рождение Это не рождение еще Но я просто не верю Что бывает Если ты увидишь На самом деле Что царство Это настолько Сильное что-то Что Вот этот вот человек Да Вот мы говорили Про клад Он увидел этот клад Он вошел У него Вот Ну не возникало Даже вот этих Ну по истории Что он Не сомневался Раздать Как ему Вот это поле Приобрести Вот Поэтому Рождение Заново Это рождение От воды и духа Это В первую очередь Слово Божье Которое есть Вода Давайте Вот мы откроем Стихи Которые говорят О том что Слово Божье Есть Баня водная Это Ефесянам Пятая глава 26 стих У меня тут написано Там говорится Про Христа Который Убил себя За церковь Чтобы осветить Его Ее Очистив Баню И водную Посредством Слова Это то Учение Которое дает нам Библия То как Она нам Объясняет Что такое Вода Что такое Вода Это баня Водная Слово Божье Иисус Иоанна 15 глава 3 стих Он говорит Вы уже Ученикам Вы уже Очищены Через слово Которое Я проповедовал Вам То есть Он говорит И потом Он говорит А мы Тому нужно Амыть только Ноги То что Вы уже Очищены Через слово То есть Вот это то Что делает Слово То что делает Баня Водная То есть Слово Нас готовит Слово Нас очищает Слово Нас ведет И потом На все Это Сходит Божий Дух Который Нас Начинает Вести Уже Нас Лично Это то что Иисус Говорит То что Дух Дышит Где хочет И слышишь Его шум И не знаешь Откуда приходит И куда уходит Так бывает Со всяким Рожденным От духа Не знает Человек Откуда приходит И куда уходит Не знал Авраам Куда его Бог повел Не зная Куда идет Он пошел За голосом Божьим Он пошел За видением Он пошел В этот город В это устройство Общество Понимаете Меня Бог Зарядил Этим Я ничего Сделать С этим Не могу Я уже Много раз Говорил Что Центр Это для того Чтобы Начать Дело Делать Да Реально Приближать То что То что Бог Мне Открыл То что Приближается То что Приближается В город И многие Из вас Приходят Сюда Вот именно В этой надежде Как бы Успокоиться Получить эту надежду Обновиться Отдохнуть Получить эту Защиту Но Мы не можем Сейчас Что-то Много Людям Дать Потому что Еще сами Находимся В начале Нашего пути Но Зависит От нас Зависит От того Насколько Действительно Ты позволишь Богу Открыть Тебе Что Он хочет Для тебя Насколько Ты будешь Действительно Вот Заинтересован В этом Чтобы заполнить Свой сосуд Словом Почему Я говорю Что Рождение Новое Это рождение Не только От духа Это рождение От воды И духа До этого Вот Евангелие Иоанна Оно устроено Таким образом До этого Во второй главе Мы Наблюдаем Чудо В Кане Галерейской Где Иисус Превращает Воду В вино Что Превращает Воду В вино Каким образом Наполняют Сосуды Водой Довер И потом Эта вода Превращается В вино Мы сейчас Не будем Там Все эти моменты Рассматривать Но сам факт Что если бы не наполнили воды Если бы не исполнили это слово Если бы не наполнили сосуды водой Нечего было бы превращать в вино Именно из-за этого я и говорю Что новое рождение Это рождение от воды и духа Понимаете Это не рождение только от духа Из ничего Это рождение от воды и духа Это от того что мы Исполняем Божью волю По наполнению себя словом А Бог Делает Своё дело Для того чтобы эту воду Внутри нас Превратить в вино Скажи Аминь Хочешь вино Хочешь вино Духа Что такое вино Вино это радость Вино это смелость Вино это праздник Вино это Это что-то другое Это то что Бог Это то что Бог символизирует нам Это то что Что сделал Иисус Это Христос Превратил воду В вино Это то что Божье откровение Которое Бог на протяжении Несколько тысяч лет Собирал Готовил Оно готово Оно наполнено водой Нужно просто взять Его Наполнить себя Этой водой Погрузиться в это Это кстати то что Даже вот крещение Иисуса Христа Тоже нам об этом Символизирует Иисус везде нам Символизирует Об этом Рождении заново Мы сейчас не будем Говорить Что вот Иисус Родился заново Когда крестился Но Иисус Показал нам Как это происходит И он сказал Когда Иоанн Не хотел его крестить Он говорит Не нужно Не запрещай сейчас Пусть должна Исполнить всякая правда Я должен сделать Вот все как должен сделать И знаете Как там очень интересно Написано В Евангелии от Матфея Иисус крестился Написано И тотчас Вышел из воды Там вот это вот Слово такое Что он Вот он сделал Он погрузился в воду И тотчас Выходит из воды И написано И все Отверзлись ему Небеса И он увидел Духа спускающегося На него Как голода Это символизирует Это символизирует нам Об этом Иисус погружается В воду Показывая Как это работает Что такое Рождение Заново То есть мы Должны свою жизнь Погрузить Погрузить Слово Божье Позвольте Слово Божье Быть в нашей жизни Для того Чтобы Когда мы выйдем Из этой вот Воды Слово На нас Действительно И там написано Отверзлись небеса Что такое Отверзлись небеса Это Стал открыт ему Духовный мир Стал открыто небо Стал ясен план Божий Понимаете Все У него ясность Стал ему небо Открылось Он стал человеком Совершенно Другого качества Другого видения С открытым небом Над собой Открыты ли небеса В твоей жизни Если нет Проси Бога Чтобы были открыты Поэтому Рождение Заново Это Рождение От воды И духа И нам нужно Слово Божье Для того Чтобы нам заполниться Чтобы оно Однажды стало вино Ясно сейчас Чуть-чуть Нет Яснее стало Вот хотя бы Немножко Ну О том Как происходит Рождение Что такое Рождение Заново Что Почему мы должны Определять Рождение Заново По мечте Которая Поселилась В нас Через открытые Небеса Путем Пребывания Слова Понимаете Путем Пребывания Слова Не просто Пребывание Слова Не просто Хождение В церковь Да Это мы Мы говорим Вот мы из Никодима Учитель Приходит К Иисусу Учитель Который не просто Хорошо знает Очень хорошо знает И не просто знает Он любит Он изучает Он даже получает Откровение Он об этом говорит Он размышляет Но не открытый Ему еще полностью Что же Не движется Царство Божье В его жизни Он не живет Еще так Как будто Вот оно придет Понимаете Почему В то время В Дениах Апостолов Они вот Продавали все И шли Вот Потому что Они чувствовали Близость Этого Царства И вот в реальности Ихняя жизнь Так и прошла И они не обломались О Мы все продали А как же мы Теперь будем жить Они вот Свой век Там написано Иисус сказал То что Истинно я вам говорю Что еще не умрет Это покаяние Вы уже увидите Это сбывающееся И я верю То что происходило В Деяниях Апостолов После Вот этой Апостольской Церкви Про которой все Так много говорят Это всего лишь Презентация И демонстрация Того что Бог Запланировал Для нас с вами В последнее время Того что Должно в реальности Уже прийти Это было как просто Вот Ну чтобы показать Как это будет Что это будет И потом Бог их зарядил Для того чтобы люди шли И проповедовали Евангелие Для того чтобы Просто наполнить мир Словом Божьим Да Этим откровением Чтобы люди Начали пропитываться И сейчас И сейчас Есть уже Очень много Христиан Которые Знают Слово То что им Нужно Это то чтобы Это слово Оно превратилось В вино То чтобы Они увидели Это Царство Божие Сходящее То чтобы Они пошли За этой мечтой Усилились И начали действовать Да Написано Тоже В Даниила Последнее время Святые Народ мой Усилятся И начнут действовать Понимаете Оно вот в это И И все Потому что Ну То что сейчас происходит Я говорю В мире Да Тоска Но Если вы Прочитаете Как я уже вам говорил Исайя Шестьдесят Быстренько сейчас Какую мы там Лёш главу У Исайя читали Я тебе говорил Сейчас Шестьдесятая глава Да Это вот как раз Все Все оттуда С первого стиха Восстань Светись Иерусалим Иерусалим Это символ Церкви Восстань Я даже Буду дать И заменю Прямо Это слово Восстань И светись Церковь Христа Ибо пришел Свет твой И слава Господня Взошла Над тобой Ибо вот тьма Покроет землю И мрак народу А над тобой Вы сияет Господь И слава Его Явится над тобою И придут народы К свету твоему И цари К восходящему Над тобою Сиянию Возведи Очи твои И посмотри Вокруг Все они Собираются Идут к тебе Сыновья твои Издалека идут И дочерей твоих На руках Несу И я вам говорю И я вам говорю Вот эти главы Шестьдесятая Шестьдесят Первая Шестьдесят Вторая По шестьдесят Шестую Они об этом все Что Вот это вот Да Город спускается Понимаете С небес От Бога И увидел я Как апостол Иоанн говорит В откровении Увидел я Новое небо И новую землю И увидел я Невесту Город Сходящий С небес От Бога Иерусалим Понимаете Мы Заполнили себя Образами Да Вот этими Картинками И думая Что вот Однажды Небо так Разойдется И такой Город Хрустальный Опустится Ребята Проснитесь Это не об этом Но это Отцовствие Божьем Которое Спустится С небес От Бога Через людей Которые уже Это видят И идут В это Полностью Я придумал Это или нет Как вы думаете Я не придумал Это то Что мне Бог открывает Это то Чем Бог Меня увлек И из этого Я понимаю Что У меня уже Вода Превратилась В вину Да Я еще В начале Я знаю Что мы еще В пустыне И Но Те откровения Которые Мы получаем Здесь В пустыне Их нигде Больше не получишь Их нигде Больше не получишь Поэтому Я рад Я благодарен Богу И мы продолжаем И Мы будем Продолжать Проповедовать И однажды Это станет Явным Первый Иоанна Просто я вам Прочитаю стихи Чтобы вы Еще раз Поняли Что я Не Извратил Писание На мой взгляд Сказав Что рождение Заново Это не только Рождение Духа Это рождение От воды и духа Потому что Там написано Там не стоит Никакой запятой Если не родишься От воды и духа Не можешь Войти Царство Божье И это не два рождения Это одно рождение Заново рождение Но процесс его происходит От воды и духа От слова От посвящения себя Слову Искреннего От того Что ты искренне Стараешься жить этим Исполнять это И И дух приходит на это Понимаете Приходит И начинает открывать И начинает тебя вести И вот тут уже Приготовься И вот тут уже Не малодушиствуй И вот тут уже Перестань бояться Как Никодим Да Ему Начал дух внутри Говорить Что они что-то Тут неправильно делают А он начал Высказывать свое слово Ему нужно было Признать Иисуса Господом Да похоронить Кто похоронил Кто сделает это Бог Может мы Дай нам подтверждение Дай нам знамение Они так не двигались Я уверен Они просто двигались Потому что Они влюблены были Уже в Иисуса Им было что-то Открыто Более ценное Чем то что Мир предлагал Чем то что Вот эта вот Позиция людей Как о нас подумают И так далее Поэтому Второй момент Первый момент Рождения заново Это видишь ли ты Царство Видишь ли ты город Сходящий с небес От Бога Видишь ли ты Эту мечту Которая тебя влечет И которую ты понимаешь Что вот там Хочет нас организовать Как народ Для того чтобы мы жили Чтобы мы были светом Для других народов Не просто Это попытка Бог это сильно сделать И хочет это сделать И хочет нас благословить Еще на фоне Всех других народов Ведь как это круто И будете вы Как тельцы упитанные И будете попирать Нечестивых ногами Представляете Вот оно Царство Божие И Я говорю Первый момент Это видишь А второй момент Это Свободен ли ты Внутри себя Жить По зову Твоего сердца Свободен ли ты На самом деле Откликнуться На зов Своего сердца Имеешь ли ты Эту смелость Имеешь ли ты Это дерзновение Вот По Никодиму Мы видим Что в итоге Он это сделал И в итоге И у него Это все произошло То же Я действительно Вот недавно С одним человеком Говорил Тоже проповедовал Он был у нас На собраниях И я говорю Тяжело живется Опять что-то Я Ну а я что Я начинаю проповедовать Опять Ну конечно же Мир все сожрет И Тут будет как в Египте Кирпичи Будешь делать А Когда захочешь Не делать кирпичи Тебе скажут Не хочешь делать кирпичи Тогда будешь Еще и солому Собирать И Будешь делать И кирпичи И солому Будешь сам собирать Это то что сейчас С нами происходит Здесь Зарплата сейчас 15 тысяч рублей У людей В 2003 году Были 15 тысяч рублей В зарплате При бензине 8 тысяч Ну нормально И я не критикую Ни власть Ни мир Потому что Я знаю То Библия нам говорит Тьма покроет землю И мрак все народы А над тобой Будет сиять Господь И это то что должно Происходить Поэтому для кого-то Это проблема А для меня Это то что должно быть Для меня это Подтверждение Приближения Царства Ребят Понимаете или нет Для меня Это Вот это подтверждение То что я должен Усилиться Для того чтобы Быстрее Тут Успеть Отстроиться Грубо говоря Для того чтобы Когда тьма Опустится У нас был хлеб Небесный Чтоб у нас было Видение Для чего жить Потому что И тогда Все прибегут Все прибегут И скажут Ух Дайте хлеба Ибо всякий Пятая глава Четвертая стиха Это первая Иоанна Ибо всякий Рожденный От Бога Побеждает мир И сияя из победы Победивший мир Вера наша Кто побеждает мир Как не тот Кто верует Что Иисус Есть Сын Божий Сей есть Иисус Христос Пришедший Водою И кровью И духом И дальше Очень интересное место Такое И не водою Только Но водою И кровью И дух Свидетельствует О нем Потому что Дух Есть истина Понимаете Вот Что Библия нам Говорит Об Иисусе Христе То есть В чем заключается Иисус Как Христос Что Он пришел Не только водою Да Он пришел Водою Но не только Водою Но И далее Там написано Что Например Тут так не написано Да Сей есть Иисус Христос Пришедший Водою И кровью Но не водою А кровью Да Не написано так Но не водою А кровью Но написано Но не водою Но водою И кровью Понимаете Посылан Что-то за этим Конкретно Понимал За этим Что-то Стоит Как учение Что Иисус Не просто Пришел Нам рассказать Да Но Он еще За это Заплатил Своей кровью Он искупил Он искупил Бог Бог не будет Бог не будет Молчать В отношении Твоих Молит У тебя Будет Связь У тебя Будет Доступ Туда И будут Ответы И будут Откровения Куда идти Будут Подсказки И так далее Вот это Вот это Вот и есть Жизнь Богом На самом деле Если мы Посмотрим На жизнь Авраама Я говорю Ничего Сверхъестественного Поэтому Хватит Уже От Бога Клянчить Чего-то Сверхъестественного Быстрого Решения Наших Собственных Проблем Нам От Бога Надо Получить Его Слово Его Видение Чтобы Мы Получили Эту Мечту И Чтобы То Что Мы Получили Дало Нам Силы Для Чтобы Все Продать И Купить Это Понимаете Купить Это Цена Этого На самом Деле Все И Вот Так Все И Не Меньше Иисус Говорит Если Кто Не Возлюбит Меня Больше Папы Мамы Того Другого Этого Не Достоин Меня Понимаете Вот Так Оно Работает Ты Можешь Сказать Бог Что Ты У Меня Требуешь По Другому Не Мож Работать Просто Ты Не Понимаешь Какая Наибольшая Заповедь Возлюби Господа Бога Твоего Всем Твоим Сердцем Всей Двое Душой И Всем Твоим Разумением И Ближнего Твоего Как Самого Себя Но В первую Часть Бога Бога Потому Что Бог О Нас Печется Бог О Нас Заботится Бог Создал Нас Для Того Чтобы Вести Нас И Дать Нам Все Тот Который Хватит Вариться В неверии Используйте То Слово Которое У вас Есть И Наполняйте Словом Потому Что Доколе Эти Сосуды С вином Не Наполнили Водой Она Не Стала Вино Понимаете Некоторые Хотят Плеснуть Два Черпачка На Донышко И Уже Чтоб Вино Было Нам Надо Полное Вино Потому Что Наше Вино Не Только Для Нас Самих Понимаете Напиться Вина И Усунуть Где Небудь Понимаете Или Нет Ладно Я На этом Закончу Думаю Мы Проехали Ну Как Вот Эту Тему Да Мне Стало Ясно Меня Зажигает Я Для Себя Понял То Направление И Я Понял Для Людей Какое Нужно Направление Да Потому Что Мне Иногда Тоже Хочется Видеть Чудеса В Человек Да Вот Мы Занимаемся Центром И Мы Много Раз Мы Молимся Бог Ну Давай Трогай Человек И Почему Никто Не Меняется Надо Чтобы Хотим Какого То Чуда А На Сам Деле Ну А Чуда Нужно Слово Нужно Слово Нужна Вода Нужно Чтобы Человек Да Может Быть Нужно Что-то Такое Сверх Естественное Чтобы Человек Увлекся Пошел За Богом И так Далее Но Основное Чудо Это Когда Вода В вино Превращается Понимаете Когда Действительно Человек Начинает Жить Мечтою Жить Ради Мечты Жить По Другим Ценностям Не Как Этот Ипох Тепло Ипох Тепло Тепло Вот Оно Чудо Понимаете И Всякий Верующий Что Иисус Есть Христос Побеждает Мир То Что Мы Читали Если Я Есть Победа Наша Вера Наша Вера Вера Аминь